Что происходит? Самый первый выпуск Windows 10, 2К-15 год. 32% заполненной оперативки на 3 гигабайта. И все равно лагает. 5 лет назад все работало отлично, почему сейчас нет? Пишите свои версии в комментарии. Говорит и показывает Ермаков. Помните, мы с вами якобы продлевали поддержку Windows 7, устанавливая Windows 7 Embedded Standard. Ее поддержка продлена до 2021 года. Это урезанная версия Windows 7 для банкоматов. Сегодня я хочу поставить ее на железо. Но поскольку из экспериментальных вещей у меня есть только мой старый ноутбук, которому уже 8 лет. А что время так быстро летит? У меня есть две папки Windows 7 Embedded Standard и какой-то Toolkit. Я пока понятия не имею, что это такое, но после установки я думаю, что мы разберемся. Хочу еще отметить, что это пойдет на совершенно слабом ноутбуке, в честь чего я удалил из своего ноута слот на 2 гигабайта. Таким образом мы будем работать только на одном. Хотите забавный факт? Там, где должна стоять оперативка, предупреждение о том, что поддерживается только DDR3, надпись написана с ошибкой DDR3 All Dни. Мне самому дико интересно, пойдет она здесь или нет. Давайте сейчас нажмем Setup. Процесс установки здесь чуть-чуть отличается от Windows 7 и вообще от чистой установки. Здесь нужно нажать Build an Image. По-хорошему, эту винду можно использовать только уже встроенной, что переводит с английского Embedded. Сейчас сделаем вот так. Все знают этот прикол. А здесь нет буквы О, поэтому я не могу на начало установки переместить. Пока установка грузится, я хочу, чтобы вы проверили, подписаны ли вы на мой канал. Если вы этого еще не сделали, то, пожалуйста, нажмите красную кнопочку подписаться или слово подписаться, если у вас вдруг мобильное приложение. Давайте до лета добьем 20 тысяч подписчиков на канале. А если вы еще лайк поставите на это видео, то будет вообще круто. Здесь обновления вообще говоря нет. Что вот это все обозначает? Что это User Template? Это, я так понял, какие-то шаблоны. Совместимость приложений, Digital Signage, Индустриальная автоматизация, Internet Explorer. Так, то есть здесь нам предлагают выбрать, для каких задач мы с вами будем использовать вот эту вот Embedded. А если я нажму View Template, я так понял, здесь показывают компоненты винды. Впрочем, я пока не могу курить, здесь разбираться очень долго. А если вы знаете, то напишите в комментариях. Драйвера, кстати, и программы мы тоже с вами попытаемся установить. Next. Язык для установки английский. Ну, конечно, английский, русского тут нет. Зато есть французский, итальянский, немецкий. Next. Здесь показывает все то, что будет установлено. Теперь нажимаем Next. Выбираем диск, какой это вот этот у нас диск. Ставим просто поверх нашей винды. Жмем ОК. И ставим винду. Я, конечно, ни на что не намекаю, но на Installing Features и Updates наш пациент застрял дольше всего. Обычно Windows 7 этот этап проходит практически моментально. Посмотрим, чем это закончится. Вау, наконец-то перезагрузка. Сколько прошло времени-то? Где-то полчаса, может быть. Это 30-дневный триал. Когда он закончится, компьютер будет перезагружаться каждые 20 минут. Итак, Windows 7 Embedded Standard мы с вами установили. Классическая тема. Наиболее вероятно стоит под тому, что у нас здесь не включена служба тем. Нужно зайти в панель управления, администрирование, службы. И там найти такую службу тем, и она включится. Где у нас сервисы? Вот эта штука. Напомню, что работаем мы всего лишь на одном гигабайте оперативки. Если она будет, мягко говоря, не очень быстро работать, то я буду гибко разочарован. Потому что, когда мы это делали на виртуалке, все работало отлично. Она тут еще и disabled. Сейчас надо открыть правой кнопкой ее properties. Status Type. Автоматик. Apply. Apply. Start. Сейчас у нас темы запустятся. Мы сможем открыть персонализацию, если она здесь вообще есть. Так, персонализация. Отлично. Если туда еще поставить графический драйвер, то вообще будет идеально. Что бы я хотел здесь проверить, так это то, пойдут ли здесь драйвера от обычной Windows 7. Архив. Это все, что с рабочего стола. Я это обязательно восстановлю. Дрова. Вот, кажется, вот это. Интернета у нас на данный момент нет, потому что нет драйверов. Сейчас мы эту zip-папку распакуем. Так, инст нажимаем. Встанет или не встанет. Если вы поставите на ваш компьютер более новую операционку, которая на нем была, то все драйвера станут автоматически. Когда я ставил на это старый ноутбук Windows 10, там все и на интернет, и на звук встал автоматически. Когда у меня был нетбук LG, вставил туда Windows 7, тоже все драйвера встали автоматически. Поэтому, если вы на какой-нибудь ноутбук из нулевых поставите Windows 7, драйвера все встанут автоматически, ничего искать не придется. Можете проверить. Если получится, то скажите мне спасибо за это. Итак, как мы с вами видим, драйвер на интернет у нас успешно встал. Мы подключились к нашему Wi-Fi, можем даже открыть какой-нибудь сайтик через стандартного ИШК. Учитывая, что у нас еще один гигабайт, мы даже Chrome здесь не запустим, потому что он ест больше половины. Так, ну в общем, да, интернет у нас спокойно работает. Теперь мы с вами отправляемся ставить драйвер на VGA на мою видеокарту NVIDIA GeForce GT 527. Проверять игры смысла нет, потому что ноутбук старый, и если на нем лагает даже FIFA 15, то не о чем с ним разговаривать даже. Наверное, NVIDIA сейчас ругнется на то, что мы поддерживаем какую-то, казалось бы, Windows 7, но для нее версию совершенно неизвестную. Так, Checking System Compatibility. О, есть! Он тут все определил, как будто это Windows 7 максимальная или какая-нибудь еще, в которой есть персонализация. Напомню, что персонализации нет в Windows 7 Starter, и Windows 7 домашняя базовая точно. В домашней расширенной не знаю, есть она или нет. Домашнюю базовую как раз-таки поставляли для развивающихся стран, в числе которых Россия. На этом ноутбуке изначально стояла как раз домашняя базовая, но мажоры могли бы обновиться до максималки. Раньше это можно было сделать через Windows Anytime Upgrade, и только через этот инструмент можно было обновить версию Windows 7. Через стандартный установщик винды этого было сделать нельзя. Но сейчас, к сожалению, это не работает. Я с одним человеком переписывался, который хотел обновить себе семерку. Видео об этом я тоже делал 5 лет назад. Сейчас, к сожалению, не работает. Видимо, драйвера Microsoft отключила. То есть сервера. И поэтому рекомендую сразу ставить максималку. Итак, мы с вами видим, что графический драйвер тоже успешно встал. И есть одна вещь, о которой я сказал в начале видео. У нас на рабочем столе, перед тем, как мы с вами устанавливали, была папка Toolkit. Я хотел посмотреть, что это за Toolkit такое, потому что до установки я пока еще не знал, что это такое. Так что давайте сейчас вернемся. Папка Windows Alt, рабочий стол. И там была папка Toolkit. Users, Данек, рабочий стол, где Desktop. Вот это Toolkit. Давайте его вынесем на рабочий стол. Посмотрим, что он в себя включает. Языковые пакеты тут тоже есть, наверное. DS. Так, а если я сейчас просто в поиске наберу Ruru? Тут нету что ли? Нету. А вот нашел. Так, что это такое? Сейвенус, Олтинс, Мэр, Стандарт, Украфик, Смэр, Акселятор. Нет, это немножко не то. Я искал именно языковой пакет. Его же можно через язык региональный стандарт импортировать. По-моему, я этот языковой пакет даже где-то скачивал. Уже не помню где. Так, что у нас тут есть? DS. Оем. Autobox Packages. Драйвер. О, вот, Language Pack. Ах, тут мало языков. Нас наебали. Расходимся. Тут только 5 языков. Вот, Windows Embedded Studio. Можно вот это, например, запустить. Вот это Setup. Давайте пошелкаем, пооткрываем. Microsoft.net Framework версии 3.5. Если бы здесь было 4.5, помните, там некоторые программы ругаются на то, что им нужен какой-то .net Framework. И чаще всего перекидывают вас на страницу Microsoft для скачивания. Здесь почему-то устаревшая версия стоит. Одиннадцатого года. Давайте запустим вот эту штуку. Я надеюсь, что она без вирусов. Toolkit Distribution Share. Custom. Я хочу посмотреть, что это такое. Что это все? Image Builder Wizard. Embedded SDK. MD Distribution. Что за Distribution Share? Где Distribution Share? Даже никаких пояснений не написали. А что, если я, например, не знаю? Если у вас есть какие-то догадки по этому поводу, напишите в комментариях. Как я могу установить то, что я не знаю, что это? Вдруг оно мне не пригодится? А это что за Setup? А, это тот же самый Toolkit. Я думаю, что Windows 7 Embedded Standard можно использовать так же, как обычную 7. Но есть одно ограничение. Это у нас Trial. И если за 30 дней не купить полную версию, мне кажется, если вы пойдете в Microsoft с просьбой купить полную версию Windows 7 Embedded Standard, они вам вызовут дурку. Отвечаю. Потому что, как вы можете, самостоятельно установив систему, которая, вообще говоря, для банкомата предназначается, использовать ее совершенно свободно. Так, уже 70% оперативки используются. Окей. В общем, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в нашу группу ВКонтакте, в нашем Телеграм-канале тоже общайтесь, подписывайтесь сюда. Заходите в мой Инстаграм, ждите новых видео. Всем пока. Сьяк-клублю. Субтитры сделал DimaTorzok